Привет, привет, привет. Меня зовут Мария. Ты на канале Михалок. Я написала для тебя историю про одинокую женщину в кафе. Как же пройдет ее вечер? Скоро узнаешь. В кафе. С кем вы будете? Одна. Пожалуйста, проходите. Мягкая женщина средних лет выбрала столик на четверых. На стул у окна поставила кожаную сумку, сложила руки друг на друга и перебирала пальцами. Официантка не спешила подходить к ней. От длительного ожидания женщина оперлась на стол руками, скрещенные ноги завела под стул и нервно покачала ими. Поправляла очки, разглядывала маникюр. Девушка, а вы подойдете? Дай секундочку. Чтобы вы ходили на ужин. Женщина наслаждалась вниманием официантки. Ей было приятно, что ее обслуживают. Я думаю, между пастой и салатом с морепродуктами никак не могу решиться. Может, вы тогда еще подумаете, а я подойду к вам позже. Нет-нет, девушка, давайте салат. С хлебом или персом. Женщина мельком посмотрела на живот. Потом на официантку. Без хлеба. Девушка забрала меню и отошла на середину зала. Вдруг расстался голос. Все-таки с хлебом. Я вас поняла. С хлебом. Женщина явно осуждала себя за выбор. Но тут же перестала, увидев перед собой горячий хлеб и сливочное масло. Ела жадно. В попытке размазать масло, задела локтем столовые приборы. С крохотом вилки, ложки, ножи ударились об пол. Женщина была не рада пристальному вниманию окружающих. Посетители смотрели с недоумением не больше двух секунд. В этот момент она замерла с хлебом в зубах. Слюна подкатывала. Она наклонилась, чтобы поднять приборы. И весь поток накопившейся слюны капнул на пол. В кафе сошла семья с двумя детьми. Для них сдвинули столы. Они заказали пиццу и десерты. Женщина смотрела в окно на отражение семьи. Изредка на детей с возмущенным взглядом. Она не переносила шум и крик. Вам принести счет? Нет. Что едят вон за тем столиком? Десерт. Принесите такой же. Капучино к десерту. Не стоит. Хотя девушка. С капучино. Женщина пыталась быть любезной. Показывала самодостаточность. Любила себя и покушать. Она попросила счет и оставила щедрые чаевые. Официантка радостно забрала чаевые. Женщина медленно забрала все свои вещи с четырех стульев. Радостно обернулась в сторону официантки, чтобы попрощаться. Девушка закрывала счет у семьи с детьми. Не услышала прощания. Улыбка женщины померкла. Под ее столиком валялась вилка. На полу засохшей капли слюней. Вокруг царила грусть. Конец. Спасибо за прослушивание моей истории. Я буду рада, если в комментариях ты поделишься своими мыслями, которые возникли у тебя в процессе прослушивания этой истории. Я буду очень рада видеть тебя снова. С тобой была Мария. А ты на канале Михалок. Увидимся с тобой совсем скоро в новых историях. В описании к этому видео ты сможешь найти актуальные соцсети, где мы можем общаться с тобой. И пока-пока.